27 марта 1968 года с аэродрома Чкаловский в 10 часов 19 минут взлетел самолет с парка УТИ-МИГ-15. Пробив нижний край облачности на высоте 900 метров, летчик Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин начали выполнять летное задание. Задание выполнено. Спустя несколько минут самолет вышел на связь с землей. Вместо инструктора с аэродромом говорил Гагарин. Он просил разрешения вернуться. Через несколько секунд борт 625 начал стремительно падать. Нелепое объяснение. Самолет совершил резкий маневр, связан с отворотой от посторонней цели. Стая гусей, воздушный шар, при этом столкнулся с землей, экипаж погиб. Это чушь собачья. Атмосфера тайны вокруг смерти первого космонавта породила огромное количество версий и слухов. После озвучивания официальной причины они только усилились. А те, кто мог знать, что же произошло на самом деле в небе над Киржачом, говорить не могли. Никто на сегодняшний день, кроме тех специалистов, которые подписались, что они не могут разглашать, все остальные ничего не знают. Что же случилось в темном облачном небе Подмосковья в тот роковой день? Дурные предзнаменования сопровождали этот вылет с самого начала. Гагарин прибывает на военный аэродром Чкаловский со своей обычной пунктуальностью. И уже на КПП оказывается, что он забыл дома пропуск. Ситуация нестандартная, но отнюдь не редкая. Любой другой пилот в такой ситуации либо проходит без пропуска, потому что всех летчиков-испытателей знают в лицо, либо звонит командиру части и все равно проходит без пропуска. Потому что возвращаться ни в коем случае нельзя. Это очень плохая примета. Гагарин, которого знал в лицо весь мир, мог пройти безо всякого удостоверения. Но космонавт предпочел вернуться за документом и успел почти вовремя. 28 числа, вот, марта, должен был летать самостоятельно. Но перед этим решили сделать один полет еще на ущербном самолете, на двухместном. Последняя проверка. С ним полетел командир полка Серегин Володя, мой товарищ, друг. Вылет запланирован на 10 утра. Но инструктор Гагарина Владимир Серегин неожиданно задерживается. Для него это не характерно. Фронтовой пилот штурмовой авиации, летчик-испытатель первого класса, герой Советского Союза. Он всегда отличался предельной пунктуальностью. Позже окажется, что Серегин был на ковре у начальства и имел очень неприятный разговор с генералом Кузнецовым. Устраивать разнос перед вылетом нельзя. Это тоже плохая примета. Но и она осталась без внимания летчиков. Юрий Гагарин, он был бывший летчик-истребитель. Он из летчиков попал в космонавты. Правда, молодым был летчиком, но уже летал на боевом самолете, на МиГ-17. И он, естественно, рвался, чтобы снова начать летать на истребителях. Гагарин и Серегин начали готовиться к полету. Первым нештатным фактором стала комплектация самолета. Инструктор и друг Юрия Гагарина, Владимир Серегин, накануне совершал одиночный вылет. И ему едва хватило топлива для приземления на запасном аэродроме. Поэтому он принимает решение взять на борт еще полтонны горючего. Самолет имел два подвесных бака по 260 литров. В инструкции по пилотированию этого самолета с парки было записано, запрещается выполнять сложный и высший пилотаж, а также штопор на самолете с этими подвесными баками. Надо выполнять только простой пилотаж. Владимир Серегин – профессионал экстракласса. Он дал путевку в жизнь самолету МиГ-15 и знает его в совершенстве, чего нельзя сказать о Гагарине, который возвращается в небо после долгого перерыва. Он не может знать всех тонкостей управления машиной. Например, того, что при дополнительной нагрузке маневренность самолета резко падает. Разгон, взлет, и истребитель уходит в серое, холодное мартовское небо. На заданной высоте Гагарин должен был выполнить несколько обязательных элементов под контролем инструктора. Он должен был прилететь в зону, в облаках, в облаках, в сложных условиях, выполнить вираж влево, вираж влево, вираж вправо, с углами 15-30 градусов, 15-15 градусов, затем вираж с углами 35-45 градусов, вираж влево, вираж вправо, далее горку, то есть пикирование, горка, пикирование, горка. Вот набор таких упражнений, они давали полное представление о умении человека управлять этим самолетом в невидимости Земли. Больше ничего и не надо было. Выполнив эти упражнения, Гагарин докладывает. Я, 625-й, задание в РИПе закончил, иду на рубеж. Но что-то пошло не так. Уже через 5 минут после выхода на высоту Гагарин запрашивает разрешение вернуться. И, разумеется, его получает. Через 45 секунд самолет врезается в землю. Когда самолет разбивается, то стрелки оставляют метки на циферблате, и можно определить, какая была величина. И вот по часам, которые были у Гагарина на руке, и часам, которые были в самолете, определили время. И было известно время передачи его по радио. И оказалось, что там меньше минуты. 45 секунд плюс, там, минус 10. С момента, когда он спокойно, совершенно передал, что разрешите курс 320, и до удара о землю. На следующий день о страшной катастрофе знала вся страна. Была собрана представительная комиссия, которую предстояло установить причину аварии. Технические подробности выясняли опытнейшие эксперты в мире авиации. Обобщала и делала выводы группа политических деятелей во главе с секретарем ЦК партии Дмитрием Устиновым, состоявшая из настолько серьезных людей, что это начало вызывать сомнения в их задаче. То ли она в том, чтобы выяснить правду, то ли в том, чтобы тщательно ее скрыть. Мы же солидные, серьезные профессионалы. Ты ищи причину ошибки в профессиональных действиях. Действиях земли, действиях летчика, действиях локаторщиков, действиях всех. Вот тогда суммируй и сделай вывод. Для той и комиссия. Но они никогда его не сделают. Никогда. Окончательную и стопроцентно достоверную правду о смерти Гагарина, похоже, не узнает никто и никогда. Слишком много странностей и совпадений, недоговоренностей и засекреченных данных. А те, кто мог приоткрыть эту завесу секретности, уже никому ничего не скажут. Формулировка звучит так. Самолет совершил резкий маневр, связанный с отворотом от посторонней цели. В скобочках воздушный шар, стая гусей. При этом самолет столкнулся с землей, экипаж погиб. Это, конечно, чепуха всякая. Это так было сказано еще в 68-м году. И здесь все это повторили. Это все не так. На сегодняшний день из тех, кто был привлечен к работе по расследованию, из комиссии никого не осталось. Но остались эксперты, работавшие на комиссию. И их версии выглядят достаточно достоверно. Однако все они не выходят за пределы территории РИП, региона испытательных полетов. При этом только в одной, пусть и очень смелой версии, все кусочки головоломки складываются воедино. Но она касается тайн международной политики СССР, не имеющих срока данности. Все остальные версии объясняют только часть странностей, зафиксированных во время расследования гибели героя планеты. СССР 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 только-только появилось. Даже сегодня Архипыч и другие, Гречки Георгий Михайлович, Великие мои учителя, Не могут говорить всей правды. Не могут они. И имеют право. Они хотят, но не могут и не имеют права. Расстроенный вид инструктора Владимира Серегина перед вылетом Мог быть связан вовсе не с начальственным разносом О котором вообще ничего не известно достоверно, был он или не был Некоторые историки считают, что меланхолия инженер-полковника Могла быть связана с плохим самочувствием Исследователи гибели борта 625 упоминали, что у Серегина было серьезное заболевание С которым летать запрещено Но кто бы посмел не пустить в небо живую звезду Великой Отечественной войны И героя Советского Союза К сожалению, у Серегина была крупнейшая проблема со здоровьем Это внутренняя проблема, язва желудка, глубочайшая Я не знаю, как это медицина может сказать Я как летчик говорю просто Это когда с насморком летать на высоту и вниз Это то же самое Оно может пробудиться в любое время Потерять сознание Попасть в обморок Шок В пользу этой версии говорит многое Например, то, что с базой общался лично Гагарин Хотя все переговоры обязаны вести инструктор После того, как он потерял сознание Гагарин взял управление на себя Но не учел увеличенной массы самолета И сорвался в глубокую спираль, из которой уже не смог выйти Эта же версия объясняет, почему первый герой космоса не воспользовался катапультой Он был человеком высочайших моральных качеств Поэтому не мог покинуть летящий к Земле аппарат Оставив в нем друга, потерявшего сознание Была версия потери сознания Это тоже ерунда Потому что он совершенно спокойно доложил Гагарин А через 45 секунд они были уже в Земле Какая тут потеря сознания Однако версия с потерей сознания Серегина Совпадает еще с одним элементом головоломки Преждевременным прекращением летной программы Дело в том, что произошло на борту Почему они вдруг неожиданно начали возвращаться Вот в чем дело Инструктор и друг неожиданно теряют сознание от боли И Гагарин принимает единственное возможное решение Немедленно запрашивает курс 320 Возвращение на базу Но и этот аргумент не бесспорен Потому что уже такие контрольные полеты Юра сделал не один раз Только подтвердить то, что он готов снова летать на боевом самолете Вот единственное Поэтому оно довольно быстро Они сделали там фигуры Как бочки, там, виражи, боевые развороты И уже Серегин понимал, что Гагарин хочет скорее лететь на боевом самолете Поэтому они более короткое сделали задание Укоротили задание Не из-за того, что... А просто из-за того, чтобы быстрее вернуться на землю И полететь на боевом самолете Ведь каждый хочет, как бы там ни было На спарке хорошо истребитель хочет летать один Версия об инструкторе, потерявшем сознание во время вылета Обычно дополняется еще одной О недостаточном летном опыте Гагарина Наложение двух этих факторов, по мнению некоторых экспертов И привело в трагедию После триумфального полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина отстранили от полетов Живой символ превосходства социалистической системы Он не имел права рисковать собой Мировая слава Международные визиты к первым лицам самых влиятельных стран мира Всепланетная любовь, то о чем мечтают очень многие Тяготили космического первопроходца Он хотел вернуться в небо И добился этого так же, как и всего остального Прямо, честно и непрекламно Юрий Гагарин Получил предложение возглавить Центр подготовки космонавтов В возрасте 34 лет, будучи уже взрослым, серьезным человеком И состоявшейся личностью Юрий Гагарин поставил одно условие Первое Он должен защититься в Академии Жуковского Он заканчивал Академию Жуковского Это была защита в феврале месяце И второе Восстановить перерыв в летной практике своей Он по профессии летчик-истребитель Он понимал, что руководить организацией В которой находится такая мощная летная группировка Как летчики-космонавты-испытатели Должен человек, летающий на современных самолетах Юрий Гагарин успешно выполнил составленную под него Программу подготовки к полетам И 28 марта ему предстоял контрольный полет Последний вылет с инструктором Перед настоящим возвращением в профессию Один на один с небом Но был ли он к нему готов? Вопрос, во-первых Неопытность Гагарина Не практичность Он не был в летом Он не был постоянным летчиком Он хотел им стать У него душа туда шла Но, к сожалению, он не был Впрочем, Гагарин мог совершить ошибку Которую в то время допускали даже самые опытные пилоты Потерять пространственную ориентацию Иллюзия – это когда просто входишь в облака И появляется представление Что ты летишь или боком Или верх ногами И на этапе освоения этих полетов в 50-х годах Достаточно много было случаев Когда летчик докладывал руководителю полетов Лечу к верх ногам Ну и, естественно, это воспринималось тоже самое неадекватно В пользу этой версии говорит многое И несовершенство приборов, помогающих летчикам слепую ориентироваться в пространстве И сложные метеорологические условия Низкой облачности, короткие снежные заряды Затруднявшие видимость Несмотря на то, что там сидели и космонавт первый И опытный летчик-инструктор, и командир полка Но все мы люди, понимаете? И каждый из нас имеет право на ошибку Поэтому, возможно, была такая допущенная ошибка Что несвоевременно были приняты меры Для восстановления пространства ориентировки И они начали восстанавливать пространство ориентировку Уже после того, как вышли под облака Установив контакт с землей Установив контакт с естественным горизонтом С которого вывести Гагар не мог Он действовал дилетантски Он тянул ручку на себя Уйти от земли Тянул ручку Чем больше он тянул, тем больше он закручивался вниз Надо было просто отпустить ручку Отдать и потом взять на себя Два движения Но он делал только одно движение Тянул на себя И когда Серега проснулся и увидел Он это сделал Но уже высота была слишком мала Не хватило каких-то там 10 секунд В 65-м году, когда приехал в Саратов Единственный раз он приехал в Саратов На юбилей техникума Он там тоже выступал Говорил, что авиацию это такая штука Ты не знаешь, когда ты закончишь свою жизнь вместе с своим самолетом Вот он не знал, что он закончил жизнь вместе с тем самолетом Притом МиГ-15 уйти Впрочем, у этой версии также есть более чем компетентные оппоненты Советские программы подготовки и переподготовки Всегда делались с солидным запасом прочности Как и все, что касалось оборонных интересов государства И уж если Гагарин сразу после вылета с Серегиным собирался самостоятельно сесть за штурвал боевого истребителя Значит уровень его профессионализма был не сомнением Иногда говорят там вот неопытность Что у Гагарина там малый налет Во-первых, это уже была у него вторая или третья попытка Первый раз То облачный, то какой-то Ну все им и не давая Здесь стоял боевой самолет, чтобы он летел на нем После контрольного полета А потом Серегин, это же летчик первого класса Летчик-испытатель Герой Советского Союза Опытнейший Я сам с ними летал Я знаю, что насколько опытен И строг в полетах был Серегин Так что никакой вольности там не было А вот что произошло Еще одна трактовка случившегося стала официальной версией При том, что даже ее автор не уверен Что произошло все именно так, как он предположил Я предположил, что они в воздухе выполнили резкий маневр Почему он может быть? Ну предположил, что может быть вот шары-зонды, которые метеостанции запускают Для проверки температуры по высоте и так далее Это шар небольшой сравнительно шар, но у него подвеска приборов там 3 килограмма что ли весит И они могли бы этот шар удариться Это чистое предположение Степан Анастасович Микоян Военный летчик-истребитель Испытатель с огромным стажем Получивший звание Героя Советского Союза За государственные испытания МиГ-15 Он входил в группу по расследованию трагедии Поэтому приводит факт, который не объясняет ни одна из предыдущих версий На высоте 4000 метров Произошла разгерметизация кабины Когда делался доклад по другой части комиссии, которая изучала материальную часть самолета Они сказали, что перепад давления между давлением в кабине и атмосферой был около нуля А это не должно быть, потому что кабину дается дополнительное давление для полета на высоте И при падении самолета на землю оно еще должно оставаться было Поэтому перепад должен был быть другой И вот я тогда выдвинул мысль, что кабина была разгерметизирована Ну, само по себе это не могло быть причиной катастрофы Потому что на высоте 4500 это совершенно не страшно По версии Микояна, причиной разгерметизации Могло стать столкновение самолета с неизвестным объектом в воздухе Для птиц эта высота практически недостижима Зато шары-зонды, запускаемые с метеостанцией, вполне могли оказаться на пути Гагаринского Нига Шар поднимается, они летят И вдруг он перед носом выскакивает, они сталкиваются Причем он не может его видеть, его не видно за носом Он неожиданно поднимается Вот такое предположение Потому что просто другого придумать, почему разгерметизированная кабина И они сорвали штопор Нельзя Другой причины, которая имела бы хотя бы косвенное доказательство Не существует Единственная вот такая мысль Эту версию поддерживает еще один авторитетнейший пилот Летчик-космонавт Виктор Горбатко По его словам, в то время метеорологи не считали нужным оповещать, кого бы то ни было, о запусках зондов Поэтому столкновение с летающим шаром, по его мнению, было достаточно вероятно Ракетчики запускали зонды Где снизу трехкилограммовая подвеска Они для погоды, для своих нужд Вот они и тогда запускали И в том числе и в этот Вот тот же день, когда они летали, был запущен Это потом стали оповещать А здесь до этого не оповещали Может он близко прошел Или черкнул Потому что они от ворот, видно, сделали резкий А все-таки МиГ-15 это не современные самолеты Там все-таки было инновационное оборудование для полета В сложных метеоусловиях Они были в облаках Но не такое, как сейчас Они, видно, резко отвернули В итоге именно эта версия стала официальной Хотя она дает точный ответ только на одну загадку Оставляя при этом без внимания остальные Почему полет был прерван раньше времени? Почему летчики вдруг перестали выходить на связь? Почему не воспользовались катапультой? Почему Владимир Серегин, досконально знавший Именно эту модель самолета Не смог выйти в стабильный полет После столкновения? Очевидно, комиссия остановилась на варианте Ответившем на самый опасный вопрос В ущерб всем остальным Но даже этот, не вполне убедительный итог Был строго засекречен В правительственной комиссии было записано Что они сорвали штопор, пытаясь избежать столкновения С этим шаром Значит, резко двинул рули Гагарин И самолет сорвался в штопор Вот такое, так записано было Решение комиссии правительственной Правда, это никому не сообщили Только не так давно стало известно Это почему-то держали в секрете Однако против этой версии Выступает другой известный космонавт В компетентности которого Также не приходится сомневаться У него есть своя версия произошедшего И еще одна важная деталь, о которой он знает Потому что был практически очевидцем трагедии И теоретически, и практически Очевидно, никакая стая гусей Никакой воздушный шар Не является причинами попадания самолета В тяжелые условия Только лишь нахождение и пролет рядом Супер самолета того времени Су-17 Именно он их загнал в эту ситуацию В тот день, 27 марта 1968 года У лунной группы Алексея Леонова Были запланированы прыжки с парашютом Причем в том же районе испытательных полетов Что и у Гагарина Однако после первой же высадки Погода резко ухудшилась И было принято решение Возвращаться на базу У нас группа стояла около КДП Мы вдруг услышали Один взрыв А другой Это звуковой эффект сопровождения Который сопровождает переход самолета На сверхзвук Как это выглядело на чертеже Вот это так Интенсивность звука Там время И вот два звуковых эффекта Взрыв и сверхзвук Разделяло это явление Расстояние временное Полторы-две секунды То есть практически Это произошло одновременно По этой версии Суперсамолет Су-17 Который проходил испытания В этом же районе Нарушив летное задание Спустился с установленной высоты После чего ушел на сверхзвуковую скорость Сбив инверсионную струей Самолет Гагарина Про этого незваного гостя В заключении комиссии Не говорилось вообще Что очень странно Во время расследования Его опознали местные жители Я встречался И присутствовал При следственном эксперименте Допрашивали трех Местных жителей По отдельности Каждый из них Рассказал Что Они видели Как самолет У которого в начале Пошел дым Из хвоста А потом огонь И ушел Он в облака Этот самолет Каждый по отдельности Показал На самолет Их было в эксперименте Десять самолетов В масштабе сделаны Все три указали на самолет Су-15 Он характерный этот самолет У него заборник такой сложный Стреловидное крыло И отличается от всех предыдущих Самолетов Только только проводили испытания По версии По версии Леонова Су-17 Не видя Гагарина Прошел в облаках На расстоянии Десяти-пятнадцати метров От мига И через полторы секунды Вышел на скорость звука Перевернув самолет Первого космонавта И вогнав его В глубокую спираль Из которой летчики Уже не смогли выбраться Почему-то был вымаран Из отчетов А доклад Леонова Грубо переписан Когда мы подняли все документы То я не узнал того Что я писал Мое объяснение Тот документ, который я писал Как привлеченный член Государственной комиссии Оно все было переписано Но самое-то главное Что было сделано Вот этот промежуток Между взрывом И сверхзвуком И взрывом Не пятнадцать Не полторы-две секунды А увеличено На порядок Пятнадцать-двадцать секунд Вот здесь И кроется Вся загадка Мой рапорт Переписали Время увеличили А это значит Что два самолета Не имеют Никакого отношения К друг другу Но Я-то Это слышал Мы-то Это слышали Сверхзвук И взрыв Мы там были Это значит Мы должны забыть Что было И больше того Следственный эксперимент С тремя крестьянами Подтверждает Что самолет Был Су-17 Впрочем И эта версия Не складывает Все элементы Головоломки В стройную картину Тем более Что как минимум Двое компетентных Коллег Оппонируют Алексея Леонова Степан Микоян И Магомед Толбоев Уверены Что возмущенный поток Не способен Ввести самолет В неконтролируемое падение Это абсолютно невероятно Это недопустимо Это невозможно И более того Даже если это происходит Да ничего страшного Вот я перед вами Я летал На сверхзвуке В паре Искали Способ попадания Летит два МиГ-25 На скорости Примерно 2500 км в час Мы ищем попадание В струю друг друга Слева Справа Снизу Сверху Он просто Выкидывает тебя Потому что Струя идет Закручиваясь Против часовой стрелки Вот так идут И как ты туда входишь Он тебя просто Выкидывает Удар И выкинул Но никогда Не засасывая Как получилось Что лучше Из лучших Непревзойденные Эксперты И опытные Асы Противоречат друг другу Очевидно Дело именно в том Что в каждой версии Есть логические Дыры И неувязки Которые в таком важном вопросе Становятся критическими Однако Существуют версии Которые просто Не принято Рассматривать В профессиональном сообществе Но возможно Именно в них И кроется Отгадка Таинственной гибели Юрия Гагарина Версии Версии связывающих смерть Космонавта С инопланетным Вмешательством Огромное количество Кто-то утверждает Что Гагарина Эвакуировали Прямо Из падающего Самолета И увезли Но этой Точке зрения Придерживаются Только самые Отъявленные Романтики Наиболее расхожее Среди исследователей Точка зрения Что самолет Был сбит С помощью Неизвестного оружия И именно Эту версию Косвенно подтвердил Один из лучших Летчиков Испытателей Прошлого века Лично я не видел Никогда Но я слышал Одного Очень Моего Уважаемого Человека Это Героя Советского Союза Валерий Миницкий Шеф-пилот Опытно-космусское Бюро Микояна Когда он Проводил Один из стрел Стрель Ахтубинский Наш полигон Ахтубинский Полигон Огромное Пространство Там Осуществляются Экспериментальные Запуски Самолетов Пуски Ракет Ближнего И дальнего Радиуса Действия И именно Там Миницкий Подвергся Атаке Неизвестным Оружием Я на Миг-23 Разводил Пуски Х-23 Дальнего Действия Ракеты После пуск Возвращаюсь И вижу Передо мной Волна Стоит Я иду Я чувствую Что Я ничего не вижу Ничего не слышу Меня куда-то Толкают На самолет И мы к 23 Ну это Средняя скорость У него Где-то 700 Км Час 650 Ну Может 800 Ну это Детские Наши скорости Это Не за Сверхзвук Это мы Играем С такими Скоростями Что-то И так Непонятно Локатор Смотрю Засвечено На землю Докладываю Что-то Непонятно Впереди Он говорит Быстро Эта штука Отдаляется От меня Становится Вот так Жестко Давай я подойду К нему Они говорят Не надо трогать Оставу покоя Я начал Подходить Все приборы Одновременно Сожглись Все Осталось Без ничего Только Одни двигатели Работают И рули Работают Если самолет Пилотируемый Гагариным Подвергся Такой же Атаке То почти Все Странности Получают Объяснение Впрочем Как и Любое Мистическое Объяснение Эта версия Имеет Одно Слабое Место Официально Существование НЛО Не подтверждено Но есть Одна версия Сочетающая В себе Почти Все Перечисленные И Складывающие Все кусочки Головоломки Встроенную Картину Недоказанную Неподтвержденную Страшную Но вполне Вероятную Картину Циничного Государственного Расчета Идеального Убийства В геополитических Интересах Летчики Гагарин и Серегин Взлетают С аэродрома В обычном режиме Работают По укороченной Программе Что именно Происходит Дальше Непринципиально Возможно Серегину Действительно Становится Плохо И экипаж Принимает Решение О возвращении Возможно Гагарину Как можно Скорее Хотелось Оказаться За штурвалом В одиночестве И он решил Сократить Программу Полетов Так или иначе После того Как разрешение На возвращение Получено Диспетчеры Перестают Следить за самолетом И переходят В режим Ожидания То его вели Все время Штурманское сопровождение Было По карте А когда он Доложил о том Что Создание Закончил Взял курс 320 Приступил Снижение Его перестали Вести Занялись Другими Вот как Вот в жизни Бывает Как раз Перестали Вести И узнали О том Что Что-то Произошло Когда уже Поняли Что Керосин Должен был Уже Кончиться Именно В это время В зону Видимости Мига Входит Неопознанный Су-17 У которого Есть Совершенно Секретная Боевая Задача Разгерметизация Кабины И молчание Пилотов Во время Падения Объясняются Очень просто С самого Начала Падения Они были Мертвы Военные Эксперты Заявляют Прицельно Расстрелять Кабину Вражеского Самолета Для профессионального Летчика На Су-17 Не представляет Большой Проблемы Наши Пилоты Блестяще Доказали Это Во время Войны Во Вьетнаме А в той Металлической Каше Которую Потом Обнаружили На месте Крушения Было Уже Как Алексей Архипович Говорил Что там Просто У меня В бедрах Масса Несли Человеческого Села Вот Как таковых Останков То там Не было Возможно Именно в этом И заключается Причина Того Что Правительственная Комиссия Остановилась На версии С метеозондом Она давала Ответ На самый опасный Вопрос Почему Произошла Разгерметизация Кабины Сослаться На технический Дефект Или Конструктивные Недостатки Мешала Статистика Самолет Не стоит Обвинять В каких-то Грехах Потому что УТИМИК-15 Это один Из самых Надежнейших Самолетов Истребителей Тех лет У него Налет На одну Аварию На одну Катастрофу Был Меньше Всего Из всего Самолетного Парка СССР Это очень Надежный Самолет Поэтому Обтачивание И лакировка Правильной Версии Отчета Были Беспрецедентно Тщательными В идеале Су-17 Вообще Не должен Был Упоминаться В отчетах Но подвел Глазастый Леонов Заставить Замолчать Которого Было Уже Очень Сложно Но в то же время Возможности Цензуры Все еще Оставались Почти Абсолютные Было сказано Придерживаться Вот так Но чуть-чуть Можешь изменить Чтобы твой почерк Был Твой подход А тебе береговой Чуть-чуть Вот так Я говорю Тимофеевич Береговой А тебе шо Чуть-чуть Так И так далее Каждому Разрешалось Чуть-чуть Жестко Этот вопрос Был в рамках ЦК КПСС СССР Никто Не мог Туда вмешиваться И до сих пор Не могут Потому что Есть подписка Кроме ответа На вопрос Как В этой истории Очень важен Ответ на вопрос Зачем И некоторые Следователи В поисках Ответа Выдвинули Новую Громкую Версию Гибели Первого Космонавта Планеты Начало 1968 Года Стало Одним Из самых Тяжелых Периодов В 50-летней Идеологической Войне Советского Социализма С миром Рыночного Капитала Космический Триумф Начал Понемногу Забываться Ему На смену Пришли Катастрофы И неудачи В то время Как Американцы Успешно Запустили Аполлон-5 На Околоземную Орбиту СССР Потерял Подводную Лодку К-129 В странах Соцлагеря Постепенно Нарастают Волнения Детское Наступление Во Вьетнаме Закончилось Унизительным Провалом В Чехословакии Были запущены Либеральные Реформы Которые Спровоцировали Резкий Рост Антисоветских Настроений Леонид Брежнев Озвучил Внешнеполитическую Доктрину В соответствии С которой СССР По сути Присваивал Себе Право На оккупацию Любой страны Соцлагеря В случае Ее Нелояльности 23 марта На съезде Компартии В Дрездене Такая возможность Обсуждалась В кулуарах Но коммунисты Всех стран Прекрасно понимали Что советский Экспедиционный Корпус В центре Европы Будет воспринят Как вызов По одной из версий Именно тогда Созрело решение Встряхнуть планету Снова Использовав Для этой цели Человека номер один В космосе Как он упал Почему он упал Сколько вот спрашивали Я прямо говорил С космонавтами Или он его говорил Его наверное Надо было уничтожить Юрку Он смеется Да А вот я рассказываю Как так Выпивая Стоим По мне фотографии С космонавтом Рюмочки держим Я Ну зачем Я нужен был Юрк Он совершил Свой подвиг Он вошел Награжден Отмечен Все Записано Все Что он первый Если эти события Действительно связаны То советские Политтехнологи Во многом Достигли Своей цели Потому что Подавление Антисоветских Митингов Вполне могло Спровоцировать Второй Карибский Кризис Когда пальцы Лидеров Мировых держав Уже легли На красные Кнопки Формально Советский Союз До августа 68 Проявить терпимость К различным Антисоциалистическим Взглядам И теориям Раздаются Призывы К созданию Частных Предприятий Отказу От плановой Системы Расширению Связей С Западом Спустя Две недели После авиакатастрофы В которой погибли Гагарин и Серегин Командующий ВДВ СССР Генерал Василий Маргелов Получает Секретную Директиву С поручением В кратчайшие Сроки Разработать План Вторжения Советских Войск Чехословакию Советский Союз И другие Социалистические Страны Верные Интернациональному Долгу И Варшавскому Договору Должны Ввести Свои войска Для оказания Помощи Чехословакской Народной Армии В защите Родины От нависшей Над ней Опасности Это было Откровенно Вяной За 6 лет До пражской Весны Простая И неконфликтная Передислокация Войск В страну Соцлагеря Чуть не Привела К ядерной Войне И одна Из версий Объясняющих Этот феномен Мир Находился Под впечатлением От смерти Великого Человека Который Стер все Различия Между Странами Став Общим Достоянием Человечества Первым Землянином Вышедшим В космос Потому что Гагарин Слишком Велик И надо Сохранить Честь И достоинство России И честь И достоинство Первого Космонавта Мира И лучше Это не делать Оставить Покой Эту Историю Единственная Молитва Оставьте У покоя Гагарина Реакция Населения СССР На вторжение В Чехословакию Также Очень показательна В ответ На операцию Дунай И русские Танки В Праге В России Еще переживавший Гибель Любимца На оккупацию Европейской Страны Ответили Демонстрацией Семерых Всего Семь человек Из 250 Миллионов Посчитали Необходимым Заявить Свой протест А это Показательно Само По себе Минута Молчания По погибшему Юрию Гагарину Заглушила Грохот Советских Танков По мостовым Праге Некоторые Тайны Навеки Обречены Оставаться Тайнами И всплывают Только в виде Версий Потому что Те кто может Пролить свет На далекую Трагедию В подмосковном Небе Либо уже Вне досягаемости Любых вопросов Либо Обязаны Хранить Молчание А его надо было Уничтожить А его Уничтожили Вот так вот Я отвечал Всем Космонавтам И никто не ответил Что это мог Ну как Глупость Подлинный И возможно Единственный В истории Человечества Гражданин мира Человек Ставший Символом Человечества Юрий Гагарин Человек Легенда Человек Прорыв Человек Триумф О его жизни Известно Почти все И почти Ничего Не известно О его смерти О таинственной И необъяснимой Катастрофе Которое случилось 27 марта 1968 года